Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина одними из первых проголосовали в Новогорске. С самого утра на участке много избирателей. Большая явка на утро первого дня. Мы видим, что приходят с семьями, приходят с детьми, родственниками, друзьями, неважно, целыми трудовыми коллективами на голосование. Я очень рад здесь видеть многих наших друзей, химчан, соратников, которые отдают сегодня свои голоса. По мнению депутата Государственной Думы России Ирины Родниной, сегодня сделать свой выбор особенно важно. На кону судьба страны. Твоя гражданская позиция, твое отношение к стране. Даже если хотите, вот патриотизм, он в этом и проявляется. Каждый имеет право и каждый должен это право использовать, чтобы сказать свое мнение, выдать свое мнение о будущем страны. Внимание и вовлеченность в выбор собственного будущего особенно приятно наблюдать среди молодого поколения. На избирательном участке в Новогорске курсанты и кадеты Академии МЧС. Пришел сегодня впервые. Правда, чувствую волнение, так как это первый раз в жизни, можно сказать. Сыновьям Виктории Войцеховской голосовать еще рано. Но заботливая мама уже привела мальчишек на избирательный участок. Чтобы они понимали, как это происходит и чтобы в дальнейшем тоже принимали участие в выборе президента. Вы должны посмотреть, как выглядит бюллетень, как что надо процедура происходит. Поэтому должны уже понимать. Не только разбираться в процессе выборов, но и осознавать значимость каждого голоса, следовать примеру старшего поколения и не оставаться в стороне от принятия исторически важных решений. Это долг каждого гражданина перед нашей Родиной, перед нашим Отечеством сделать свой выбор. Я его сегодня сделал. Для того, чтобы процесс выборов президента Российской Федерации был максимально комфортным для избирателей, на участках дежурят наблюдатели. За порядком и безопасностью следят правоохранители. Каждый человек должен понимать, что он голосует за свое настоящее и будущее. Поэтому это очень важно для всех нас. Выборы президента Российской Федерации продлятся в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Важен голос каждого. Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.